Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня, не морозь меня. Грибоедово, 44, нет отопления, температура дома 14 градусов, Суриково, 5А, нет горячей воды и отопления, сроки все время сдвигают, надоели, переулок Дружбы-3 тоже нет, ни воды, ни отопления, безобразие, Чапаева-51, отопление дали, но нет горячей воды, Солнечный берег, Ленина-198, дробь 3, нет отопления, Чапаева-69, дробь 1, нет до сих пор ни воды, ни отопления, мерзнем, Чапаева-47, мерзнет, Чапаева-49, мерзнет, безобразие, профсоюзная 4, вчера выключили и воду, и отопление, на календаре 12 октября, температура воздуха за окном плюс 3 градуса, но, собственно, вот эти сообщения можно без труда найти в популярном городском паблике. Здравствуйте, это программа «Дневной разворот», которую ведут сегодня Николай Голиков и Владимир Смитарев. Я думаю, что подобные сообщения мы будем принимать в нашем эфире. Это разговор со слушателями 211-101, номер нашего телефона. Понятное дело, что мы берем тему отопления на сегодняшний эфир. Ты номер телефона как-то так странный взял и не назвал. А что? 211-101. 211-101, да. Ты только сказал номер телефона. Да, мы запланировали этот эфир сегодняшний несколько дней назад, и спасибо городской администрации, что нам предоставлен сегодня специалист, который будет отвечать на наши вопросы, Владимир Клементовский, начальник отдела коммунальной инфраструктуры, департамента городского хозяйства, администрации нашего города. Владимир Александрович, добрый день. Добрый день. Давайте сразу оперативно озвучим информацию. Как обстоят дела с подключением к отоплению в настоящее время? Дела в областном центре? Дела обстоят более-менее нормально. Все адреса, которые вы перечислили в начале эфира, уже подключены к отоплению. Да, я не уточнил, это 10 октября я нашел, да, вот эти сообщения. Да, то есть эти дефекты были оперативно устранены. Отопление сейчас подается во все многоквартирные дома. города Кирова. Но остаются еще проблемы по работе управляющих компаний по развоздушиванию данных домов. Потому что поступают очень много обращений о том, что часть батареи не работает, где-то стояки не работают в жилых домах. То есть как бы дом подключен, но некоторые стояки в этом доме, да? То есть, ну, еще плюс, поскольку достаточно-таки поздно запустили дома, нужно необходимое определенное время, чтобы дома прогрелись. Поэтому эту работу продолжаем. Информация к нам поступает от всех источников, на все реагируем. Проводим работу и с управляющими, и с ресурсно-гружающими организациями. Но остаются еще проблемы в плане гидравлических режимов. КТК заверяет, что вышли на зимние режимы, расходы подняли. Это что значит, вышли на зимний режим? Температура теплоносителя уже соответствующая? Нет, это именно расход теплоносителя со станции. То есть по котельным у нас проблем нет, потому что там при запуске отопления как бы маленькая система, ну, больших котельных как бы нет. Поэтому там расход стабильный. А поскольку система города Кирова, ну, непосредственно она достаточно протяженная, соответственно, поднимаются расходы, дабы компенсировать эту нагрузку на отопление. И, соответственно, поскольку сеть очень разветвленная, необходимо произвести ее наладку, настройку, чтобы равномерно теплоноситель подавался во все дома. Николай, я знаю, что у нас есть звонок, но все-таки хотелось бы, чтобы ваша история тоже прозвучала. Отопление вчера появилось? Да, у меня вчера наконец-таки отопление появилось. Это, правда, мне стоило двух недель довольно такой трудной жизни. Дубака. Да, дубака, потому что угловая квартира, панельный дом. И плюс, к тому же, знаете, когда человек простыл, да, через три дня должно пройти, а вот здесь на две недели затянулось. Поэтому я надеюсь, что в ближайшие дни мой голос вернется в норму. Все хорошо, что хорошо кончается. Но было трудно. Еще раз напоминаем, что мы беседуем с Владимиром Климентовским, начальником отдела коммунальной инфраструктуры Департамента городского хозяйства, администрации нашего города. Владимир Александрович, запас ручкой-бумагой. Сейчас звонки будут. Давайте примем. Брать на заметку, да, насколько это возможно. Алло, добрый день, вы в эфире. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Валентиновна. У меня вопрос, где можем получить официально об отсутствии дат горячей воды и отопления. Вы там, по-моему, несколько глаголов пропустили. Что вы имеете в виду? Где можем получить? У нас 4 месяца не было горячей воды. Адрес конкретный? Ленина 6. И я обращалась в прокуратуру. Кировскую теплоснабжающую компанию в июле оштрафовали. За отсутствие более 2 месяцев горячей воды. Дальше. У нас отключается с 18 июля по 25 сентября. Доносится в управляющую компанию, что не будет горячей воды по вине Кировской теплоснабжающей компании. Они подают эти же сведения на Ломоносова-2. Я попрошу вас сделать небольшую паузу. Послушайте, пожалуйста, меня. Сейчас у вас все в порядке с отоплением, с горячей водой? Мы дали буквально вчера. Есть. И тепло, и горячее. Только вчера. Но счета за отопление у нас все-таки приходят. В то время, когда услуга не была оказана. Я позвонила в Москву. Сказали, что отключать на 2 месяца не имеют права. Потому что это будет капитальный ремонт. А капитальный ремонт делается, когда есть четко трасса. На нее выделены деньги. А все такое безобразие, которое творится в Кирове. Это чисто желание такой компании выдать свою работу за капитальную. Хотя работ толком и не проводите. Подождите, подождите. Мы просто не можем понять. Вы что, какую справку-то вы хотите и где получите? Я хочу. Вот нам за август пришел счет на горячую воду. А ее не было. Хотя сама Кировская теплооснабжающая компания подала в управляющую компанию, что у нас с 18 июля по 25 сентября не будет горячей воды. Но тут же выставляют счет. Причем я съездила на такси, я инвалид на Московскую, 32. Они сказали, мы никаких справок не выдаем, что не было горячей воды. Только нам посылают акты сама теплооснабжающая компания. Спасибо, понятно. Ясно. Спасибо, понятно. Ясно. Ясно. Понятно, спасибо. Хотя не очень, но вот такой клубок. Нет, ну то есть вопрос понятный. То есть воды не было, а счет приходит на то, что надо отплачивать горячую воду. Это такие ситуации. Владимир Александрович, готовы вы комментировать эти ситуации по поводу выставления счетов? Ну тут нужно немножко побольше информации. То есть поскольку законодательством сейчас предусмотрен переход на прямые расчеты с ресурсно-набжающей организацией, поэтому нужно уточнить точно откуда приходит квитанция. То есть либо с КТК, либо с управляющей компанией. Ну я так понял, что у нее с управляющей компанией пришло. И соответственно в эту организацию необходимо написать заявление на перерасчет. Ну адрес мы услышали, Ленина 6. Ленина 6, да. То есть надо просто написать управляющую компанию, то есть на ту организацию, которая собственно присылает. Да, расставляющую. Да, надо написать заявление о том, что так как в это время услуга не предоставлялась, прошу сделать перерасчет. Вот вы упомянули о такой ситуации, когда не все стояки теплые, одна горячая, другая холодная. Как действовать сейчас? Давайте конкретный совет людям дадим, если у них в доме вот такая ситуация. Что делать? Куда обращаться? Необходимо обращаться непосредственно в управляющую компанию, потому что это работа... Идти туда, звонить. Звонить, диспетчерские службы, да. Ну если есть возможность, можно прийти лично. Просто разные управляющие компании по-разному работают. У кого-то налажена хорошо работа диспетчерских служб, у кого-то нет. Потому что там такая же ситуация может возникнуть. Дом как бы подключен, услуга предоставляется, счет будет предъявлен. Человек скажет, что у меня, извините, батареи холодные весь месяц были за что, да? А потом никак, наверное, не докажешь уже, что у тебя там один стояк был, не фурыкал. Тут нужно смотреть еще по температурному режиму. И если, соответственно, у вас температурный режим не соблюдается, то нужно обязательно вызывать представителя управляющей компании для... То есть надо звонить управляющей компанией, да? Да. По-любому. Ну что, у нас еще один... Добрый день. Здравствуйте. А как вас зовут? Как вас зовут? Отопление? Есть горячая вода? Так, меня зовут Ольга, я живу Чапаева, 50. Вот. У нас горячей воды нет почти три месяца. До сих пор нет? Обращались везде, куда только можно. И нам... Так, сходили уже последняя точка в управляющую компанию. Они посмотрели, да и у нас теплопункт рядом. Ревизию там делали и говорят, с 21 июля как отключено, так трубу прорвало, вода холодная, льет вообще сильно. Мы сообщали в теплосети, никакой реакции. Где трубу-то прорвало? На территории дома или за пределами? Нет, прямо на теплопункте. Прямо на теплопункте. И все. Три месяца люди без воды. Два дома, 70-квартирных. И до сих пор нет воды, да? Боль внимания. Я считаю... Алло. До сих пор воды нет у вас, да? До сих пор нет. Я считаю, что эти товарищи, которые в теплосетях занимаются, нас довели всех. Должны две недели отсутствовать вода, а они уже два года. У нас и город, это как его, власти не хотят заниматься. И область тоже новая, губернатор. Как будто так и нужно. А с отоплением как дела? Включили отопление. Когда? Включили. Мы уже жаловались везде. В конце. В конце сентября. В конце сентября. То есть практически одновременно с началом отопительного сезона. 25-го числа была подписана бумага главой администрации. Хорошо, ясно. Прокомментируйте, Владимир Александрович. Что с горячей водой-то может быть? Чапаево 50. Там дефект между ЦТП и жилым домом. Данный дефект числится у нас, он есть. Там ЧАЗО ответственности вообще? Там КТК ЗОО ответственности. КТК, да? Да. В настоящее время там идут работы? В настоящее время нет, потому что все силы наброшены на устранение дефектов для включения отопления. Конкретно на сетях горячего водоснабжения обещают восстановить до 20-го числа. Октября? Да. Ясно. До 20-го октября. Сейчас небольшую паузу делаем. Напоминаем, что мы беседуем об отопительном сезоне, вернее, об отсутствии отопления. Ну, вот как сказал в начале нашей передачи наш гость, на сегодняшний день все дома все-таки уже подключены. Многоквартирные. Многоквартирные дома. Если есть где-то проблемы, то они устраняются. Ну и сложа руки тоже тут не стоит сидеть. Если есть у вас подозрения на то, что температурный режим не соблюдается, либо вообще холодные трубы, батареи, пожалуйста, обращайтесь в свои управляющие компании, обслуживающие организации. Да? Да, конечно. В общем, обращаться к тем, с кем договор заключен. Да, конечно. Если договор прямой, то да. Исполнитель коммунальных услуг должен исполнять свои обязательства. То есть договор непосредственно у вас заключен с управляющими компаниями. 211-101, номер нашего телефона, прямой эфир. Мы сейчас прервемся, ждем ваших звонков. Ну что, возвращаемся в студию. На этот раз без песни, Владимир? Да, без песни. Мороз, мороз. У вас-то, кстати, вчера отопление включили. А с чем была связана такая проволочка? Ты знаешь, я не выяснял. Я звонил, мне говорили там все по графику тогда. Тогда день просто смещался. И потом, в конце концов, уже надоело звонить. Само собой. Как говорится, само собой рассосалось. А раскопки где-то поблизости? Поблизости я не видел. В зоне видимости нет? В зоне видимости не видел. В зоне видимости у нас только уникальное место. У нас же там поверх нового асфальта положили свежую тротуарную плитку. Поэтому вот это виделось. Это вот отрезок свободы от Роза-Люксембурга, МОПРа. Там два года назад положили новый асфальт. Единственное хорошее зафальтированное участок. А в этом году положили сверху тротуарную плитку. И помнишь, говорили об уровне того, который от культурного слоя. Там где-то, наверное, сантиметров на 70 за два года культурный слой подрос таким образом. — 70? — Да. — Там такой вот гора уже. Там идешь, и, собственно говоря, уровень первого этажа домов, которые, они и так были немножко в низине. То есть ты уже идешь, у них пол видишь в этих квартирах. — Интересно. — Вот. Поэтому других раскопок там не было. Поэтому я не знаю, почему так произошло. — Владимир Александрович, насколько распространены в этом году случаи, когда отопление теплоносителя уже подано, но потом возникают какие-то неполадки и приходится снова отключать дома и приступать к работам специалистам? Есть такие случаи? — Такие случаи, безусловно, есть. Но я бы не сказал, что их очень много. Потому что сети прошли подготовку, прошли гидравильские испытания и считаются подготовленными к отопительному сезону. Такие случаи присутствуются. На памяти сейчас пока не скажу даже где. — Да, ситуация возникает интересная. Да, вот сейчас мы говорим, что та-то управляющая компания оказалась не готова. Да их же все, по-моему, летом проверяют какие-то паспорта готовности, выдают что-то еще. — Да, совершенно верно. — А потом, вот, оказывается, что... А как? — Нет, проверка ресурсно-набжающих организаций у нас проводится до 1 ноября. Это управляющая компания у нас паспорта готовности получает до 15 сентября. Соответственно, на этой неделе проводится проверка кировской типоснабжающей компании совместно с представителями Ростехнадзора. Я думаю, на следующей неделе будет результат уже. То есть, либо замечания какие-то... — Управляющие компании все уже были проверены, да? — Управляющие компании все проверены, да. — А в чем суть проверки в управляющих компаниях заключается? Что делается? — У нас есть 103-й приказ Минэнерго, в котором указаны пункты, которые подлежат проверке. То есть, это гидравлические испытания системы отопления, промывка ее, наличие тепловой изоляции в тепловых пунктах, утепление чердачных помещений и подвальных ветровых окон. То есть, там комплекс мероприятий. То есть, отсутствие задолженности также проверяется. Наличие приборов учета, поверенных именно приборов. — Какие чаще всего недочеты находятся в ходе таких инспекций? — Чаще всего это по изоляции есть проблемы в некоторых домах. — Изоляция непосредственно коммуникации труб? — Да, непосредственно тепловая изоляция. В основном, ну, некоторые игнорируют промывку системы отопления, хотя она должна выполняться обязательно, требования. — Ежегодно, перед началом нового сезона? — Да. — То есть, по трубам пускается специальный раствор, который нет или что там? В чем суть? — Именно в требованиях 103-го приказа, именно просто промывка системы отопления. — Обычной водой? — Обычной водой, да, совершенно верно. Ну, как бы для улучшения, ну, есть в правилах, по-моему, эксплуатации тепловых энергоустановок, что не реже раз в 5 лет предусматривается либо гидропневмопромывка, либо химическая промывка системы. — Гидропневмы — это под давлением? — Нет, это, ну, там... — Ну, у вас сразу такое ощущение, да? — Нет, там два варианта. Технология такая, что дом заполняется либо наполовину, либо на две трети водой, подключается компрессор, и подается воздух под давлением. Соответственно, все это начинает бурлить в доме, ну, и сдирается грязь, соответственно, вся взвесь поднимается, поднимается, и потом это все сливается в систему. — Ну, жилой фонд в нашем городе, немало таких домов, да, старых, где система отопления, понятно, что там большой риск закоксования какого-то, да, вот этих отложений. Эти вопросы изучаются, нет? Насколько они влияют на качество подачи тепла? — Нет, дело в том, что вода в системе отопления подается подготовленная. И, соответственно, если управляющая компания там не шалит, так скажем, не подает там сырую воду, заполняет систему. — Ну, сырая вода — это вода неподготовленная. То есть у нас в системе отопления в городе Кирове, она закрытая, да, система. То есть она готовится на станциях, эта вода. Она подготовленная, она без кислорода подается, она подается умягченная, специально для того, чтобы не образовывалось никаких отложений. — Солей даже. — И, соответственно, чтобы не произошла внутренняя коррозия, ну, не происходила внутренняя коррозия труб. Вот. И поэтому, в принципе, когда все идеально, то никаких отложений и коксований не бывает практически. — Вы бы так забавно сказали, если управляющая компания не шалит, а у нее есть возможность шалить? — Ну. — Теоретически хотя бы. — Конечно, есть. — А смысл? — Не-не-не. — Она что-то сакамомендовала. — Что за ситуации, когда неподготовленную воду туда пускает? — Просто смысл, я не могу понять, если есть вода... — Ну, допустим, не всегда есть возможность опрессовать дом в тот же период гидравлических испытаний, да, то есть у тебя система отопления дома слита, а тебе нужно прессовать дом. Чем ты ее будешь заполнять? Ты ее будешь заполнять холодной водой из водопровода. — То есть это, как раз, та самая неподготовленная вода. — А это как раз, да, обычная вода. — Да, обычная вода, которая идет неподготовленная. — Скажите, пожалуйста, Владимир Александрович, какие рычаги есть у городской администрации, в частности, у департамента городского хозяйства, воздействия на недобросовестную управляющую компанию? — Мы постоянно... — Когда по их вине нет тепла в многоквартирном доме, холодное... — Организуются выездные проверки, также проводятся совещания. То есть, допустим, сегодня, вчера поступили у нас обращения на прямой линии, что по Кудшо-2-3 нет отопления. — Кудшо-2-3 — это Лепси, да? — Да, и там ряд домов от Добролюбова-10. То есть, сегодня специалист у меня с утра туда выехал, посмотрел, то есть, провели настройку гидравлических режимов от ЦТП, и плюс увидели, что у нас проводит работа еще Лепси-сеть по устранению дефектов в районе этих двух домиков. — Лепси-сеть — это что, управляющая компания? — Нет, это не управляющая компания, это теплосетевая организация, в которой есть часть наружных тепловых сетей в городе Кирове. Вот. И, соответственно, сегодня дефект устранится, и я думаю, что к вечеру в этих домиках отопление опять появится. — С чем связаны эти проблемы со стороны управляющих компаний? Не знаю, некомпетентность сотрудников, нежелание, незнание чего-то. Что там основную роль такую играет? — Все равно ведь как-то выясняете же вы, почему это происходит. — Из-за чего, собственно, люди все страдают. — Ну, это организационные моменты непосредственно руководителя, то есть до него информация доводится, как нужно делать и что нужно делать, и как по правильному делать. Ну, в принципе, большая часть прислушиваются и выполняют требования и технической эксплуатации тепловых энергостановок. — Законодательством у нас предусмотрены какие-то санкции для должностных лиц? — Со стороны администрации нет. — Нет. — То есть вот кроме совещаний и увещеваний у вас других вот таких вот реальных рычагов воздействия, там каких-то санкций вы применить не можете, да? — По законодательству нет. — Нет. — Нет, да? — Просто когда... — А вот этого рода вещи все, то есть это уже, видимо, или госжилинспекция, или кто этим занимается? — Да, конечно, у нас есть государственная жилищная инспекция, которая на основании нашей информации в том числе проводит проверки управляющих компаний, выносит предписания и, соответственно, привлекает к административной ответственности в случае ее исполнения. — Ну, просто когда, знаете, чисто по-человечески за окном, когда ноль, а в квартире, ну, там, дай бог, плюс 10, да? — Ну, плюс 10, наверное, ты уже... — Слишком низко. — Ну, хорошо, ну, плюс 15, плюс 14, да. Ну, на мой взгляд, это что-то сродни такому оставлению в опасности. — Это уже чревато заболеваниями, всевозможными ухудшениями здоровья и так далее. — Вообще интересно, между прочим, отвечает за все это как бы госжилинспекция, ну, то есть как бы контролирует все это госжилинспекция, да? — Да. — А люди по привычке жалуются вообще чаще в администрацию города. — Нет, администрация города, она как исполнительный орган, ой, как орган местного самоправления обязан организовать это все. Поэтому мы, соответственно, я говорю, у меня вот в отделе есть три специалиста, да, которые каждый занимается по своему роду деятельностью, то есть тепло, горячая вода, холодная вода, водоотведение и электричество, газ, да. То есть, соответственно, специалист по теплу, он имеет техническое образование, поэтому при выездах обычно иногда приходится и самим задвижки крутить. Честно вам скажу, да. Сам неоднократно участвовал в таких комиссиях, и поэтому приходилось. — Вы как манны небесные приезжаете, задвижку открываете и даете людям. — Ну, бывает такое, да. — Любопытная ситуация, хотя, конечно, должны непосредственные работники, безусловно, этим заниматься. — Владимир Климентовский, начальник отдела коммунальной инфраструктуры, департамента городского хозяйства, администрации областного центра. Сейчас небольшая у нас рекламная пауза, и мы продолжим. Телефон наш, Николай, еще раз. — 211-101. — Да, да. Проблемы с теплом. Если у вас есть, звоните. — С теплом, с горячей водой. — Владимир Александрович, да, обещает взять это все на заметку. Ну, хотя, как ранее он сказал, в общем-то, проблем уже нет. — Не должно быть, по крайней мере. — Из двух звонивших нам сказали, что тепло все-таки есть. — Тепло есть, но, опять же, воды нет. — Да. Реклама. Продолжаем наш разговор с Владимиром Климентовским, начальником отдела коммунальной инфраструктуры, департамента городского хозяйства, администрации нашего города. Вы тоже можете присоединиться к беседе 211-101. Принимаем сигналы об отсутствии отопления. Сигналов нет. И это радует, на самом деле. — Это хорошо, на самом деле. — Да. И это радует. Владимир Александрович, скажите, пожалуйста, готовятся... — Наверное, да, все-таки каждый год эта работа проходит. Вот на случай экстренных ситуаций внезапно что-то может прорвать, не дай бог, как вы готовы, как департамент? Разработана ли какая-то схема действий? — Да, конечно, безусловно, у нас есть единая дежурная диспетчерская служба, это круглосуточная, которая принимает заявки от всех. Соответственно, происходит... — 48-4-0-я, 64-4-0-я, да. — Да, и, соответственно, через данную службу происходит взаимодействие всех служб. То есть она это все организует, ну, при необходимости, естественно, подключаются и сотрудники, и администрации непосредственно ответственные за тот или иной вид деятельности. Вот, если конкретно по Теплу, то, понятно, меня привлекают и начальника департамента. Вот, соответственно, если что-то есть, ищем всех и привлекаем все силы и средства, которые необходимы для ликвидации данной аварии. — А такие случаи все-таки бывают, да? — Ну, бывают, но аварийная ситуация, то есть что такое аварийная ситуация, да, это отсутствие теплоснабжения населения более 24 часов. Таких ситуаций за предыдущие отопительные периоды не было. Ну, ситуации бывают разные. Каждая непосредственно разбирается. То есть, поскольку у нас система закрытая, то мы, в принципе, на аварийной ситуации, если там дефект, ну, двухтрубная система, типа снабжения, да, как вы понимаете. — Подаем, отводим. — Да, то есть, соответственно, если происходит какая-то авария, то, в принципе, для поддержания необходимого температурного режима какого-то, ну, там, минимального, чтобы не перемерзла, система отопления, мы можем запустить на слив, либо по прямой, либо по обратной системе. — То есть просто переключить, да? — Ну да, то есть, аварийный участок, он отсекается, как бы, соответственно, ставится на устранение, вот, и теплоноситель в дом подается, но он подается на слив. — Есть звонок? — Да, есть звонок, конечно, да. Добрый день. — Здравствуйте. — Как вас зовут? — Михаил. — Отопление есть, Михаил, в вашем доме? — На Авиатский район. — Да, отопление есть. У меня вопрос такого порядка. Значит, вот при технической возможности подачи отопления в дома, оно все равно не подается, отопление не подается до специального распоряжения. Хотя, в принципе, как бы в домах стоят приборы учета, то есть население готово платить. Все спрашивают, когда дадут отопление, дети болеют, старики мерзнут, но, значит, отопление все равно до специального распоряжения не подается. — Михаил, уточни. — Уделили как-то эту систему сделать так, чтобы, ну, по запросу жителей или как-то, чтобы есть техническая возможность к этому. — Михаил, я правильно понял, да, вы предлагаете начинать отопительный сезон в областном центре не тогда, когда глава администрации подписывает, да, соответствующее постановление, а когда жители определенного дома, да, готов, скажем, да. — Жители на своей шкуре, что называется, понимают, что у нас есть техническая возможность. — В Новоанском районе там же все-таки гораздо больше таких возможностей, да. — Это очень, кстати, да, распространенный вопрос, актуальный. Обсуждается такая возможность. Спасибо, Михаил. Обсуждается, Владимир Александрович? — Такая возможность у нас предусмотрено законодательством. — А, есть. — И, в принципе, по решению собрания собственников жилья, то есть собрали собрание, приняли решение, если дома приборен, и жильцы готовы оплачивать эту тепловую энергию, пожалуйста, запускайте. — А это обязательное условие, да? На доме должен стоять прибор учета. — На доме должен стоять обязательно прибор учета. — И решение должно приниматься общим собранием. — И решение должно приниматься общим собранием, потому что, ну, вы сами понимаете, кто-то захочет оплачивать, кто-то не захочет оплачивать. И чтобы исключить данные споры и дальнейшем между жильцами, это должно быть принято коллективно. — Но в таком случае мы можем ответить, что такая возможность, она уже есть, она предусмотрена законом. Просто вы соберите собрание, примите решение и включайтесь. Тем более, что если у вас такая возможность есть, а в Новоятском районе у многих домах возможность есть. Нет, на Новоятском районе. Только, наверное, в Радужном. Такая возможность есть. По остальным там котельная идет не всегда там. Ну, там четырехтурбная система. То есть там отопление подается отдельно. То есть вы гарантируете, что если люди проголосуют на общем собрании, все? Да. Будет, собственно, приведено уже. И трубы будут, и батареи будут нагреваться. Ну, я еще раз повторяю, что при наличии технической возможности и приборов учета. А реально эта техническая возможность, она в процентном соотношении, она не велика или велика? Нет, велика. Почему по городу Кирова по большей части домов это и есть. Ну, сколько примерно? 60-70%, 80%? Нет, порядка 80%. В 80% случаев это возможно. Да. Подать тепло уже по желанию. Что касается теплоснабжения социальных так называемых объектов в настоящее время. Все объекты подключены. Все школы, садики, медицинские учреждения, социальное обслуживание, все есть. Те садики, куда наш любимый КТК ставил, электрические обогреватели тоже уже. Да, они были подключены. Почему недавно, да? Почему недавно? Они были подключены 1 октября. Ну, для меня 12 октября, 1 октября еще недавно. Да, это еще недавно. У нас каждый день на счету, поэтому 1 октября было уже достаточно. Вот буквально на днях в том же паблике жалобы были. Я забыл, к сожалению, номер школы. Жаловался родитель, по-моему, что ребята занимаются верхней одеждой. Ну, сейчас все устранено. Сейчас везде сейчас все подается. Здесь тоже, веришь, вопрос такой, что, конечно, почему-то очень много пишут в паблик, но писать надо не в паблик писать, надо в жилу инспекцию писать, надо в городадминистрацию, город, тогда будет какой-то эффект. Потому что, ну, все-таки, согласись, когда есть официальное письмо, на него нужно реагировать. Информация в соцсетях у нас тоже отслеживается. Отслеживается, мы знаем, да. И по мере возможности, конечно, реагируем. Пытаемся реагировать на все, но объем информации очень большой. А, кстати, как вы отслеживаете эту информацию в данном случае об отсутствии отопления? Сами лично просматриваете или кто-то готовит конкретную подборку? Иногда сам лично, когда есть свободное время, ну, и у нас конкретно организована работа непосредственно специалистов, которые отслеживают данные. Отслеживают, просматривают эти все паблики и фиксируют, делают подборку этих, да, адресов, на которые жалуются. — Да, здорово. 211-101 номер нашего телефона. Буквально есть еще 7 минут для нашей беседы с вами и с нашим гостем. Владимир Климентовский, начальник отдела коммунальной инфраструктуры Департамента городского хозяйства администрации Кирова. Вы сказали, что вчера была прямая телефонная линия, как раз уже общались с жителями. Много поступило? — 27, по-моему, обращений поступило. — Все они касаются отсутствия отопления горячего. — Два обращения были не из Кирова. — Ну, это же линия-то была, Федя, все-таки областная, при главном федеральном инспекте. — Да, да, да. — Да, то есть по всем адресам отработали. Работа ведется везде. Я думаю, что все будет хорошо. Ну, по крайней мере, те адреса, в которых отсутствовало отопление по причине КТК, они запущены. Там, где большая часть обращений была на воздух, все-таки в системе отопления. Управляющей компанией вся информация направлена, отслеживается. Сегодня еще раз к вечеру, я думаю, произведем обзвон всех обратившихся и проконтролируем, посмотрим на результат. — А с чем связано появление воздушных пробок? — Ну, я могу тут пояснить, конечно, за себе. Я, например, в августе менял батарею на кухне и полотенцесушитель в ванной комнате. Я прекрасно понимал, что там будет воздушная пробка, и тогда, когда отопление дали, я просто клапан открыл, ну, вернее, два клапана. Все это воздух спустил, и все, стало нагреваться. Вот я как добросовестный домохозяин поступил. — Воздух спускается в верхней точке. — А у меня как раз пятый этаж. — Не всегда есть возможность доступа именно в квартиру на пятом. То есть у некоторых есть на чердаке, да, эти спускные клапаны. У некоторых есть в квартирах, они установлены. То есть не всегда есть доступ в квартиру на пятый этаж. Из-за этого возникают воздушные пробки. Но это всегда при запуске отопления, то есть не всегда система отопления заполнена под завязку. Как вы говорите, некоторые производят ремонт, и, соответственно, спускают там стояки. Ну, иногда бывает при устранении. — Тоже, видимо, случаи распространенные, да, когда ввиду такого ремонта? — Да. Иногда бывает такое, что после ремонтов наружной тепловой сети, да, то есть часть воздуха все-таки попадает в систему. — Естественно, когда кусок трубы меняется, он же там... — Да, и потом выполняется. — Полый. — Да. Поэтому воздух попадает в систему, и система просто-напросто встает. — Вот буквально недавно, опять же, в пабликах появлялись фотографии, где там демонстрируется отсутствие, по-моему, радиаторов отопительных ввиду капитального ремонта, мол, трубы срезали, отопительный сезон уже. Это тоже у вас... Вы тоже контролируете эти случаи? — Да, конечно. — Расскажите, как вам ситуация обстоит? — У нас есть адрес, это молодой гвардии 43В. То есть там... — Недалеко от вашей работы, Николай Семенович. — Да, то есть там вот проводят капитальный ремонт, система отопления, фонд капитального ремонта. К сожалению... — По разным причинам они затянулись, все эти работы, видимо. — То есть сейчас там работа организована в две смены, материалы все закуплены, и я тоже надеюсь, что за неделю они там управятся. Мы обещались к 20 октября тоже все. — Там как раз вот капитальный ремонт, система отопления полная, замена группы радиаторов. — Да, да, да. Там дом будет запускаться как бы частично, ну, то есть проводят работу по стоякам, и, соответственно, те стояки, которые будут полностью смонтированы, будут запускаться, ну, и дом, соответственно, ну, и полное окончание работ 20 октября стоит. — Ну, тут, видимо, непосредственно заказчик фонд капитального ремонта должен, да, все-таки нагоняя это давать в таком случае, когда работа затягивается. — Ну что, у нас еще звонок один, да, добрый день. — Вы в эфире, как вас зовут? — Здравствуйте, Татьяна, город Киров. Вот у меня вопрос к чиновнику, который тут у вас работает у микрофона, чтобы он четко рассказал дорожную карту. У нас горячая вода идет так, включаешь горячую воду, два ведра выливаешь холодной, а затем идет вода, как вот покойников моют. Вот такая вода. Пусть он расскажет четко, куда обращаться с жалобой, если управляющая компания не реагирует. — Татьяна, извините. — Адрес скажите, пожалуйста. — Да, да, хочу адрес спросить. — Советская, 29, город Киров, не Нововятск. — Советская, 29, городе Кирове. — Не Нововятск. — Я, конечно, однажды покойника мыл, но я недопонял, что вы имеете в виду. — А потому что горячая вода такая, что холодную воду не включаешь, в ней моешь, в ней стираешь, а платим за горячую воду. — Ясно. — И это у вас круглогодично? — Это первое. Второе. По-моему, пора уже закон ввести. Если чуть-чуть теплые батареи, значит, платим, например, одну треть. Я почему должна из своей бедной пенсии оплачивать этих тех, кто, извините меня, получает за несделанную работу деньги? Вот если у меня чуть-чуть теплая батарея, значит, я должна платить одну треть. — Татьяна, ясно. Но я вам могу подсказать. Владимир Александрович, наверное, за принятие такого закона, но вы лучше в Государственную Думу звоните. — Хорошо? — Хорошо. — Обязательно. И тем еще не даю советов, но сегодня, вот, выслушав эту передачу, даю всем тем, у кого нет горячей воды, плохое утопление и так далее. Когда идете голосовать, включайте оставшийся мозг. Спасибо. — Оставшийся мозг. — Оставшийся мозг — это хорошо. — Да. — Ой, как мы сегодня мешаем и политику, и сегодня и возмущение. — Ну как же, когда холодная батарея, то же сам знаешь, кто... — Ладно, давайте по конкретному адресу. Проблема ясна, мне кажется, вам, да? — Проблема, да. Я думаю, что она заключается в том, что, ну, наверное, процентов 30 домов в городе Кирове не имеет циркуляционной линии. Просто-напросто. — Нет... — Нет циркуляционной линии по дому. — Нет подогрева? — Нет. Подогрев есть. — Есть подогрев? — Все есть, но горячая вода подается именно на разбор. — Так, что делать людям? — То есть, соответственно, она подогревается в подвале дома, да? То есть стоит теплообменник, бойлер, где подогревается горячая вода. И, соответственно, пока она дойдет до верхней точки, то есть когда все начинают пользоваться, все хорошо. — Утром встали и пошли в ванную. — Утром встали. — Нет, если ты встал раньше всех, то вода будет холодная. — Да, то вода будет холодной, и тебе придется ее пропустить. Если ты встал нормально со всеми, и все начали пользоваться разом, соответственно, у вас горячая вода идет. — Вот эта ситуация в моей квартире, то есть лучше рано не вставать, потому что просто крутить что-то. — Я жил в таком же доме. Здесь... — Что делать? — Что делать? Давайте вот конкретно. — Два варианта. — Либо ждать фонда капитального ремонта и в проекте указывать, что вы все-таки хотите себе циркуляцию горячей воды. — Это технически сложно? Это что это? Дополнительное оборудование? — Да, конечно, потому что в свое время проектом дома не было предусмотрено эта циркуляционная линия. — То есть установка дополнительного оборудования? — Да, то есть это установка дорогостоящий ремонт получается? — И, соответственно, нужно прокладывать новую циркуляционную линию по всему дому. То есть каждому квартиру идет стояк по даче, нужен еще стояк обратки где-то. Соответственно, это достаточно дорогое удовольствие. — Дорогое удовольствие, да. Ну, если дом готов принять это на научном собрании и софинансировать это из своего кармана, пожалуйста. — Так, у нас истекает время беседы. Спасибо большое, Владимир Климентовский, начальник отдела коммунальной инфраструктуры Департамента городского хозяйства, администрации Кирова. Спасибо, что отважились ответить на очень непростые вопросы. Еще раз хочу напомнить номера единой диспетчерской службы городской города Кирова 64 400 48 400 по любым экстренным ситуациям можно, собственно, обращаться по этим номерам телефонов. На этом программа «Дневной разворот. Разговор со слушателями» завершена. Николай Горьков, Владимир Сметанин. Мы с вами не прощаемся. У нас культпоход через 20 минут. И там будет музыка.